Это четвертая часть видео по разбору хомбрю класса Мистик для настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. Переходите по подсказке, чтобы увидеть первый эпизод этого плейлиста. Для остальных, приятного просмотра. Одели ошейник, забрали сумку, думали она с компонентами, посадили в камеру напротив, не было возмущений, ни криков, он просто сел и начал медитировать. До вечера вот ровно так и сидел. Проснулся я от взрыва, я аж с кровати упал. Смотрю напротив, этот кадр вышел из камеры, решетка плавленная, красная такая. Он обвел взглядом коридор, из камеры послетали замки. Маги выбежали, ну и начался бунт. Стража все быстро привела в порядок. Пересчитали зэков, недосчитались троих, включая его. Ну здрасте, вы наверное спросите, Марка, что так собственно долго нет видео? А я вам скажу, ко мне пришли гости. Опять, короче, район где-то, то ли парк Шевченко, то ли... О, летит, летит, блядь. Сука! Блядь! Блядь! Суки, блядь! И пока их соскребают с асфальта, я могу воспользоваться паузой и записать видео. И сегодня, по запросам единственного комментария, мне вообще-то не очень приятно, видео будет посвящено ордену Вудзень. Могу вас всех поздравить, заваривайте двери, подвалы. Я, блядь, что несу. Начинаем видео, короче. Описание из Арканы. К членам ордена Вудзень относятся наиболее убежденные мистики. Они стремятся отгородить себя от реальности, отрицая ограничения материального мира и заменяя его собственным. Видимо, внутренним миром. Известные как Вудзень, эти мистики проецируют свое сознание в мир, овладевают контролем над его фундаментальными законами и переделывают их под себя. С практической точки зрения, Вудзень управляет силами материального мира. Они могут раскидывать предметы силы мысли и контролировать все четыре стихий и изменять реальность по своей прихоти. Скиллы за прокачку. Дополнительные дисциплины. На первом уровне вы изучаете две дополнительные псионические дисциплины на ваш выбор. Они должны относиться к дисциплинам Вудзень. Отшельническое обучение. На первом уровне вы получаете владение двумя из следующих навыков. Уход за животными, магия, история, проницательность, медицина, природа, восприятие, религия и выживание. Стихийная настройка. Сейчас я чуть поближе сяду, чтобы я прочел вам и пощекотал ваши глаза. Стихийная настройка. Начиная с третьего уровня, когда сопротивление существа сокращает урон, наносимый вашей псинической дисциплиной, вы можете потратить одно пси-очко, чтобы проигнорировать сопротивление этого существа. Вы не можете это сделать, если при таком использовании превысится пселимит. Сейчас будут оскорбления. Дилетант в тайной магии. На шестом уровне вы изучаете три заклинания волшебника на ваш выбор. Для вас они всегда подготовлены. Заклинания должны быть с первого по третий уровень. Бонусомтистом вы можете потратить пси-очки, чтобы создать ячейки заклинания. Эти ячейки можно тратить на сотворение, как этих, так и других заклинаний, которые вам доступны. Правила конвертации пси-очков взяты из этой таблички. Смотрите и изучайте заклинания. Стихийное мастерство. Начиная с четырнадцатого уровня, если у вас есть сопротивление к определенному виду урона и по вам попали атакой с таким уроном, реакцией вы можете потратить два очка ци, чтобы проигнорировать весь полученный урон. Вы также получаете иммунитет к этому виду урона до конца вашего следующего хода. Начинается хит-парад моего уныния и ментального страдания, ибо тут нет каких-то специфических названий. Все дисциплины вудзень называются так. Тут написано вставить, но я их все равно зачитаю. Мастерство воды, мастерство воздуха, мастерство леса и земли, мастерство льда, мастерство огня, мастерство погоды, мастерство света и тьмы, мастерство силы. Ну, пойдем по порядку. Мастерство воды. Ее психофокус позволяет вам дышать под водой неограниченно, а также ваша скорость плавания становится равна скорости ходьбы. Обезвоживание. Вы высушиваете врага, нанося 1к10 урона некротикой за каждое потраченное пси-ачку. Цель совершает спас-бросок телосложения, по традиции при успехе получая только половину урона. Водный обхват. Тут я, пожалуй, зачитаю дословно. Действием вы создаете волну, накатывающую на врагов и приносящую их обратно приливом. Вы создаете волну в квадратной области с длиной 20 футов. Одна из ее частей должна находиться в 5 футах от вас. Все существа в области должны совершить спас-бросок силы. При провале цель получает 2к6 зарябящего урона, падает ничком и притягивается к вам на расстояние до 10 футов. При успехе цель получает половину урона. Вы можете увеличить урон от этого эффекта на 1к6 за каждую дополнительно потраченное пси-ачку. Водяной хлыст. Вы призываете струю воды, которая функционально похожа на физган, только вы еще и урон ей можете наносить. И можете увеличить ее урон за каждую дополнительно потраченную пси-ачку. Дыхание под водой. Теперь не только вы можете дышать под водой, а еще 10 согласных существ. Водяная сфера. Цель должна совершить спас-бросок ловкости. Если она его проваливает, то вы окутываете ее водяной сферой, которая, вопреки ожидаемому, не превращает последние минуты ее жизни в ад, а просто режет ее ловкость в 2 раза, уменьшает ее видимость до 10 футов и вдогонку к этому идиотизму вы совершаете все атаки по цели с помехой, ну и она по всем тоже совершает атаки с помехой. Я понятия не имею, как это визуализировать, думаю, все осознают, что этому скиллу нужна доработка от мастера или более четкая конкретика от игрока. Ожившая вода. Вы призываете элемента ля воды. Он выполняет все ваши приказы. Вы прокидываете инициативу за него. Мастерство воздуха. Психофокус. Настроившись на эту дисциплину, вы не получаете урон от падения и игнорируете труднопроходимую местность при ходьбе. Шаг по ветру. Я думаю, мы все здесь понимаем, что это такое. Плащ воздуха. Бонусным действием вы берете под контроль окружающий вас воздух и создаете защитный барьер. До окончания вашей концентрации броски атаки по вам совершаются с помехой. И когда существо, которое вы можете видеть, промахивается по вам рукопашной атакой, реакции вы можете заставить его повторить эту атаку по самому себе. Создание ветра. Вы получаете 60 футов скорости полета до окончания вашей концентрации. Туманная форма. Вы превращаетесь в призрака Каспера, получая сопротивление к вот этим вот видам урона. Теперь действием вы можете совершить только рывок и, пожалуй, туда читаю дословно, вы можете перемещаться сквозь пространство шириной до одного дюйма без протискивания. Оживший воздух. Вы призываете элементаля воздуха. Мастерство леса и земли. Психофокус. Вы получаете один класс у доспеха. Ожившее оружие. Вы вырываете у врага из рук оружия и бьете им по любому существу в радиусе 30 футов. Деформация оружия. Вы смотрите на оружие врага. Он делает спасбросок силы. Если проваливает, этим оружием больше не бьет до конца следующего хода. Деформация доспеха. Теперь вы смотрите на доспех врага. Враг делает спас на телосложение. В случае провала, его кд становится равно 10 плюс модификатор ловкости. Стена деревьев. Вы тупо создаете стену из древесины. Она существует до конца вашей концентрации. Бронированная форма. Бонусным действием вы получаете сопротивление к дробящему, колющему и рубящему уронам до окончания вашей концентрации. Ожившая земля. Мастерство льда. Психофокус. Вы получаете сопротивление к урону холодом. Выброс льда. Вы кидаете льдинки. Они наносят небольшой урон и режут скорость цели в два раза. Гололёдица. Вы создаете лёд на поверхности объекта, на котором другие существа подскальзываются при провале спасоловкости. Если поверхность находится под наклоном, существо, провалившее спасбросок, мгновенно скатывается к нижней части наклона. Замороженное убежище. Звучит круто, правда? Но вы всего лишь получаете 20 временных хитов. Ледяной дождь. Вы создаете область, в которой каждое существо должно совершить спас телосложения. При провале оно получит урон холодом, и его скорость падает до нуля. А при успехе получает только половину урона и может восстановить свою скорость, совершив спас силы. Ледяной барьер. Вы создаете стену изо льда, которая отражает все рукопашные атаки в сторону агрессора. Мастерство огня. Психофокус. Вы получите сопротивление к урону огнем, а также бонус плюс 2 ко всем броскам урона огнем. Сожжение. Сель вспоминает комментарии на ютубе и начинает гореть. Она получает стартовый урон 1к10 за каждое потраченное пси-очко. И еще каждый ход 1к6, что примечательно. Огонь может погасить только дружественное существо. Пламенный смерч. Вы создаете область в форме, вы думаете, цилиндра. А нет, куба. Все существа, которые заканчивают ход в этой области, получают 5 урона. Взрыв. Вы смотрите на точку в пространстве. Она детонирует. И все получают огромный урон. Тут не будет никаких вставок. Это... Это аморально. Огненная форма. Вы включаете радик, если вы импотент. Или включаете эгиду, если вы гей. В том одном редком случае, если вы нормальный человек, вы просто создаете выжигающую ауру вокруг себя. Оживший огонь. Мастерство погоды. Психофокус. Вы получаете сопротивление к урону электричеству. Облачные шаги. Вы создаете спиральную лестницу из облаков. Я пытался вспомнить референс или шутки с этим, но что-то не сильно могу. Жаждущая молния. Вы запускаете молнию во врага. Он делает спас по ловкости. Если в тяжелых доспехах, то с помехой. И получает урон за каждое потраченное псячку. Все. Стена облаков. Создают буквально стену из облаков. Они просто блокируют видимость. Смерч. Говорит сам за себя. Что делает с существами, и так понятно. Гораздо интереснее, что вы можете делать с предметами. Все незакрепленные предметы внутри этой сферы перемещаются в незанятые пространства по вашему выбору в ее пределах, если они весят не более 100 фунтов. Чего желаете? Чтобы было чисто и быстро. Ваше желание исполнено. Скачок молнии. Вы создаете молнию, которая бьет существ по линии на... МНОГО, если те проваливают спас по ловкости. И так же вы можете телепортироваться в любую точку, по которой идет линия. То бишь, если вы ближник, вы пробьете фронтлейн просто за одну секунду. Стена грома. Раскат грома. Раскат грома. Темплары могут хранить всю свою энергию into a devastating storm of psionic power. These abilities require focus, however. Мастерство света и тьмы. Психофокус. Теперь вы можете плюнуть в лицо мастеру. Ведь этот психофокус дает вам темное зрение не только в обычной темноте, но и в магической. Тьма. Вы создаете магическую тьму, в которой любые магические источники света, созданные заклинаниями второго уровня и ниже, гаснут. Свет. Вы дотрагиваетесь до предмета, он излучает свет. Вы дотрагиваетесь до существа, оно излучает свет. Больше не может передвигаться скрытно, и атаки по нему проходят с преимуществом. Сумеречные твари. Если у вас в пати есть добрые паладины, этот скилл идеальный способ испортить с ними отношения. Ведь вы призываете две тени, они исполняют ваши приказы. Ослепительный луч. Мне реально надо это разжевать? Да, надо. Ладно. Вы стреляете лучом, наносите урон, слепите врага, он делает спас, чтобы перестать быть слепым. Хватит? Ну да, хватит. Окей, идем дальше. Мастерство силы. Психофокус. Вы совершаете с преимуществом проверки силы. Скучно, правда? Толчок. Перемещение. Выберите один предмет, неносимый другим существом. Теперь вы можете его перемещать. Вот формула. Инерциальная броня. Вы создаете неосязаемую оболочку, которая повышает ваш класс доспеха, если вы не носите брони. Почти как заглядание доспех мага. Телекинетический барьер. Вы создаете барьер, состоящий из прозрачных секций. Он существует до окончания концентрации. Если вы думаете, что я спецом сократил текст скилла, то вы правы. Тут нет описания, какие существа могут проходить, а какие нет. Тут просто КД и ХП барьера. Все. Захват. Вы грубо хватаете врага и удерживаете его. Ну да, он еще может сделать спас. А пока цель схвачена, вы можете использовать на ней любое из следующих скиллов. Сдавить. Я долго гадал, какой видеоряд мне вставить под этот скилл, но понял, что лучше это решите вы. Какой из этих двух фрагментов будет видео? Голосуйте в комментариях. Перемещение. Вы просто перемещаете схваченную цель. Вот так скучно я заканчиваю рассказывать о ордене Вудзень. Как видите, видео сейчас делать сложновато. Так что, скорее всего, видео будут выходить реже, чем раз в неделю. Напоминаю, что именно вы решаете, про какой орден я буду рассказывать в следующем видео. И давайте так. На этом видео мы собираем 60 просмотров и 7 лайков. И тогда я приступаю к работе над следующим видео. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки и подписывайтесь.